Девятиэтажное общежитие на улице Адели Кутую было построено еще в 1976 году. За несколько десятков лет через него прошло бесчисленное количество студентов, для которых оно было вторым домом на протяжении долгого времени. 11 декабря состоялось долгожданное открытие общежития номер 6 после ремонта. Одними из первых гостей обновленные здания смогли увидеть Раисы Республики Татарстан Рустам Миниханов и члены правительства. В сопровождении ректора КФУ Ленара Сайф на ней проинспектировали ход работы и пообщались со студентами-активистами правкома КФУ, которые в ходе беседы рассказали о проводимой среди студентов социальной и воспитательной работе, а также об условиях проживания. Общежитие рассчитано на размещение в 213 жилых комнатах 600 койко-мест. В том числе есть комнаты для представителей маломобильных групп населения. В здании имеются административные, учебные и жилая зоны, места общего пользования, кухни, душевые и гладильные комнаты. Рустам Миниханов осмотрел также жилые блоки, актовый зал, читальный зал и другие помещения. Если говорить о работах, которые здесь проведены, то прежде всего это благоустройство и покраска фасада. Для того, чтобы привести нормативное состояние и соответствие городским требованиям, мы покрасили фасад, заменили крышу. Если говорить про внутреннюю работу, то полностью были заменены инженерные системы, обновлены все системы доступа пожарной, сигнализация оповещения. Ну и конечно, если говорить о ремонте помещения, то мы полностью демонтировали все стены и полностью провели инженерку и в такое состояние, в которое требует нормативное состояние, вернули помещение, мебелировали. Надо сказать, что каждая комната получила новую мебель, новое постельное белье. Ну и самое главное, это удобство студентов. Если ранее душ был в подвальном помещении, то сейчас душ имеется в каждом блоке. Я надеюсь, что это очень удобно. Были обновлены в том числе и места общего пользования, это умывальные, туалеты. Я думаю, что получилось красиво и надеюсь, что будут наши студенты этим пользоваться во благо. Также Рустам Мениханов осмотрел комнату в общежитии, где проживает студент с ограниченными возможностями здоровья. Комната оборудована по всем стандартам для представителей маломобильных групп населения. Я, как мама, особенно ребенка, хочу поблагодарить вас за возможность не разлучаться с дочерью. Да, и поддерживать ее на новом этапе, ее жизненного пути. Да, и создание таких условий, что такие люди могут учиться, достигать новых вершин, мотивироваться благодаря таким вот условиям. Все у вас все получится, все будет хорошо. Капитальный ремонт этого объекта был начат весной 2023 года. Работы завершены в ноябре. Стоит отметить, что это не просто рядовое обновление, а продуманная реставрация, к дизайну которой подошли со всей ответственностью. Проектом занималась команда студентов и преподавателей института дизайна и пространственных искусств КФУ. Мы знали, что здесь живут преимущественные ребята из химического института, из института экологии, из института нефтегазовых технологий. У них есть свой бренд-бук, и он для них близок и важен. Поэтому во многих общественных зонах мы выделили именно эти цвета – природные, экологичные. И каждое общежитие, несмотря на то, что у них единый бренд-бук, они имеют свое лицо. Это вот очень было важно. Помимо того, что комнаты и общие пространства должны быть функциональными, еще они должны радовать ребят и давать им оптимизм, потому что иногда в сессию очень трудно, и положительные эмоции – это суперважно. Прежде чем приступить к активным действиям, руководство ВУЗа выбрало единственно верную тактику в таких вопросах – поговорить с теми, для кого общежитие – второй дом, а на время обучения – и вовсе первый. Среди ребят был проведен опрос, в котором приняли участие 8,5 тысяч студентов. Прошли стратегические сессии во всех институтах и студенческих советах для того, чтобы узнать мнение студентов. А именно, что необходимо улучшить. Благодаря результатам этих мероприятий, и, во-первых, выявилось, что третье, шестое общежитие наиболее нуждается в ремонте, что необходимо студентам места, которые мы увидели очень для общения, для проведения мероприятий, для работы органов студенческого самоправления. И вторая площадка в нашем университете – более 100 студенческих общественных организаций, и поэтому те площадки, которые открылись в общежитии студенческого городка, они еще используются и студенческими объединениями для их работы. С момента ввода в эксплуатацию общежития в 1976 году в жилых помещениях ни разу не проводился капитальный ремонт. И благодаря федеральной и республиканской поддержке было принято решение о масштабном обновлении здания. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ Новости.